По данным российского онкологического портала, самая низкая в стране смертность от рака в Поволжье. Свой вклад в борьбу с этим недугом внесла и Чувашская республика. Ежегодно в республиканский онкологический диспансер поступает более 10 тысяч пациентов. Консультационную помощь получают около 70 тысяч. Сегодня рак – это не только медицинская, но и социальная проблема. Союз женщин-чувашия разработал проект, направленный на поддержку онкобольных. Сергей узнал о диагнозе 4 года назад. За это время перенес операцию и курс химиотерапии. После кратковременной ремиссии мужчина снова оказался на операционном столе. В такой тяжелый послеоперационный период, когда все внутренние ресурсы исчерпаны, очень важно обрести поддержку извне. Самое тяжелое время, если замкнуться в себе, очень тяжело. Когда ухаживают за тобой специалисты, как ты раскрепещаешься, становится намного лучше. А настройка большой значение имеет. Если на плохой только настроиться, только не жить. Если настроился на жизнь, живу уже. Исцеляя заботой. Название проекта говорит само за себя. Ведь порой моральная поддержка необходима больному так же, как и медицинская помощь. Впереди есть жизнь. Но эта жизнь не обречена на одиночество, не обречена на страдания. Забота и внимание, оказанное пациенту, является очень важной составляющей частью для его выздоровления. Тогда, когда человек чувствует себя психологически комфортным, несмотря на тяжелый недуг, вот в этот момент психологического комфорта мобилизуются все его ресурсы организма для преодоления болезни. В рамках проекта за каждым онкобольным будет закреплен психолог. Он поддержит человека на каждом этапе выздоровления. Кроме того, на базе онкологического диспансера создана сенсорная комната, где больные смогут погрузиться в состояние психологического спокойствия. Еще одно направление проекта – социальная поддержка онкобольных. Многие семьи не могут позволить себе оплачивать сиделку для больного человека. Помочь в этом готовы три чебоксарские организации – «Красный крест», «Сестры милосердия» и «Комплексный центр социального обслуживания». Мы обучаем не только наших социальных работников, как нужно правильно ухаживать, но и родственников. И социальные работники наши сегодня, они уже умеют оказывать первичную доврачебную медицинскую помощь. О том, как важно мыслить позитивно и насколько значима поддержка близких людей, не понаслышке знает председатель Союза женщин Чувашии. Мы должны четко знать, куда нужно обратиться в случае, если вас вот эта вот беда постигла. В республиканском онкологическом диспансере готовы оказать психологическую помощь не только пациентам, но и их близким. Дарина Игнатьева, Андрей Спридонов, Республика.